Всем привет, вы на канале Заневаня. Сегодня я хочу поговорить на такую тему как правильно выгуливать шарпия. У меня кобель. Кобель коверям надо, чтобы они раза в три минимум, а то и пять пописали. Раз в три если он пописает, то тогда кобель у вас должен выводить его раза в три, четыре в день. Почему вы не замечали никогда, что животные, они как люди, за один раз делают, у них мочевой пузырь постепенно выдавливают дозами определенными. И поэтому вам надо, чтобы собака нормально у вас. Кстати, кобелям очень вредно, если он не будет терпеть, поэтому желательно, чтобы собака не доводить до этого кобель терпел, чтобы все естественно нужны справиться. Если у вас есть возможность с собакой гулять четыре раза в день, то желательно ее выводить. Если нет, то тогда надо, допустим, два раза в день, ну не получается у вас, но хорошо ее выгулять. Желательно еще, стой, вот, желательно еще ее, стой, отпускать. Отпускать собаку почему? Гуляй. Гуляй, почему? Потому что собака, во-первых, на привязи, даже на длинном поводке она сможет бегать. Вам или в вольере ее надо отпускать на собачьих, так называемых, площадках. Или же вот вывели, посмотрели, чтобы собаке никто не мешал, потому что могут подраться, шарпей, так, в принципе, добрые собаки. Но что-то им не понравится, все, упрутся, аж бегом и могут показать свой нрав. Когда собака бегает, во-первых, в шарпе они такие меланхоличные собаки. Никогда не замечали, когда она сидит дома, там вот она скучает, особенно поначалу, когда молодые собаки, там очень по хозяевам скучают. Придешь, она радуется, прыгает. Вот, они очень преданные собаки, и чтобы у собаки не наступало ничего, вот, с мозгами я ее веду. Вот, ее отпускаешь, я на стресс снимаю этот раз может побегать, попрыгать, и собака обязательно должна быть на свободе. Бегать желательно раз в день, сделать свои естественные надобности. Ну, и вообще, вот, очень полезно собаке, это... ...физических нагрузок на собаку, ну, собака, вот, желательно на велосипеде с ней бегать зимой. Летом тоже можно на лыжах, допустим, собака должна быть физически развиваться, потому что взрослая собака не застаиваться. Вот, если она вас там чуть-чуть прогуляла, все, и лежит, то собака быстро застарится. В принципе, как и люди тоже, без нагрузок. Если вы собаку даете, как человеку, нагрузку давали-давали, а потом все, он ритм жизни поменял, не замечали, допустим, пенсионеры. Почему сдают, когда пасают работать сильно, потому что они ритм жизни, и становятся другими. Вот так и у собак. Желательно давать нагрузки, нагрузки им полезные. Вы были на канале Дани Ваня, подписывайтесь на наш канал. Мы говорили о том, что, как правильно выгуливать собаку, и чтобы она, как правильно, чтобы она полностью свои естественные нужды справила. Кстати, собака должна под конец, уже там, вот когда капля у нее остается, и вот она каплю вот эту выдавливает. Это тогда уже означает, все, у него мочевой пузырь полный, когда вот стоит, ничего не может, уже стоит, все. Значит, у него мочевой пузырь полностью освободился. Поэтому, ну, желательно не доводить до того, чтобы собака вот пищала, там, могла умисяться, но вот такого, что, если кто, особенно молодые, никто никогда не держал собак, желательно молодых собак вообще очень часто выводить, потому что они только формируются. Подписывайтесь на наш канал, смотрите, и все у вас будет хорошо. Самое главное, любите животных. Будете любить вы их, они будут вам любить, и будут преданные вам. Всем пока. Собаку берите собаку, поиграйте, если есть диквы, собака бегает, поиграйте с ней. Мы с собакой играем, например. Собака бегает, если сама не хочет, вы заставляете. Очень полезно собаке, ну, зато и вам. Можете также с ней бегать, любителям бегать, по стадиону или по дорожкам где-нибудь. Взяли тоже с собакой побегали. Очень хорошо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова